Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Деяние Апостола, 8 глава, с 9 по 24 стих. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божия. А внимали мы потому, что он немалое время изумлял их волхованием. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Он веровал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое добудет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем чести и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчей и в узах неправды». Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничтою сказанного Ваня». Это удивительная история, страшная. Человек подумал купить то, что не продается. Когда мы читаем Деяния апостолов, 5 глава, с 1 по 11 стих, чуть попозже, то мы видим, какие страшные последствия корыстолюбия. Это сегодня буквально заполонило церковь. И не говорить об этом уже нельзя, потому что вы уже встречались с этими людьми, видели этих барышников, барыги называются. Они всего стараются копейку выжить. Сегодня в церкви знают эти правила, да, это называется грех Симония, в честь Симона. Ну, Лютер был основателем протестантизма, Лютеране. Янам Гуссам бы последовали гуситы. Это люди, которые решили дар Божий купить. Даром получили. Но свящи недаром даются. Их можно за оградой церкви продавать. Незапрета нет. За пределами храма и храмовой территории. Но без примесей. Как Левитам 10 из 10 говорит, отличайте чистого от нечистого, святого от не святого. А сегодня они и красные, и синие, и зеленые, там всякой химии натолкана. Нечистому это может быть. Богу это не нужно. И Бог пересчисляет, если у ягненка, колено когда-то там, нога была сломанная, срослась, даже незаметно. Богу не приноси в жертву. Богу не угодно это. Возьми, говорит, Боже, что нам не Боже. И вот это ужасная история. И апостолы говорят, может быть, тебе отпустится грех. То есть молитвы нет за них. Ты молись, а вы помолите за меня. Вот на этом сегодня много играют. Мы даже многие не слышали об этом. Я знаю это от священника, от нашего батюшки. Отпевают человека. Он ни разу в храме не был. Крещен он или не, неизвестно. Но у них есть деньги. Те же самые цыгане. Воровство, наркотики, смерть, безобразие. Умер, и теперь начинает их барона хоронить. Священник сразу спрашивает. А вам как? С хором? С хором. У нас хор большой. Что большой? 32 человека поют. Каждому нужно дать. Ну хотя бы тысяч по пять. Хорошо. А дальше? А вас, когда гроб принесете священнику, выходить вас, встречать или нет? Это другая стоимость. Шкала целая. Реестр. Теперь, когда отпевают там особые запевы делатели, у целян много чего есть. Они наворожили. Теперь, провожать ли до кладбища? О, это уже все. Тут уже шестизначные цифры не вмещаются. Это церковь. Это сегодня. Я считал старые книги, как заказывали молебно на святой земле. На пять-десять лет и на вечное поминовение. И какие деньги платили. Это невероятно. А тут раз, и все кончилось. Революция, и все деньги пропали. И люди-то ведь, имея деньги, они понимают так, что если его помянут там, то значит все исполнится. Сегодня в церкви придумали как? Не просто записки. А в записки сколько имен. И за каждое имя столько-то рублей. Это сейчас, в данный момент, почти на всех храмах. Это не барыжники. Но беда-то в том, что пришли к апостолу. Апостолы – это те, через кого приходятся. А сегодня это наоборот делается. Они рекламируют себя. Рекламируют очень хорошо. Мы два дня назад проводили человека, который имел общение с ними. Это огромный поток денег. Как молитва по соглашению. И можно узнать, о чем речь идет. Слово соглашение и согласие – это абсолютно разные слова. Почему не по согласию? Мы тоже молимся. Приходят такие-то люди или пишут, звонят. Мы говорим, что помолиться. Помолиться можно упомянуть. Но никакой гарантии мы не можем давать. А это соглашение. Это слово во всей Библии каноническое. Вот лежит здесь, перед нами. Встречается только один раз. Книга пророка Даниила, 11 глава, 30 стих. В самом отрицательном смысле. Это соглашение двух преступников. Догом заключен. Не изменять. Мы назначили. А попросили? Я могу и забыть. Но мало о чем просить, где-то. Тем более, если я знаю, что человек не верующий, я и молиться не буду. А было, что вам платить? Пытались. Но не под каким видом. Это грех симония. И мы увидим сейчас, какие ужасные казни Бог насылает. Я прочту некоторые правила. Вам не забыть. Плохо, что не можете записать. Есть такая официальная хроника. Название журнала Московской патриархии. Официальный патриарший журнал. Номер 2. За 93-й год. Страница 18-я. Далее. Номер 1-й и 3-й. Как бы три номера в одном. 94-й год. 58-я. И далее. Это все идет. Из речи патриарха Алексея 2-го. И он говорит. Не крестят. А только макают где-то руку в воду. И теперь по голове. Какое же это крещение? Это патриарх Алексея 2-й. Риггер, фамилия его. Но это не все. Я выступал, говорит, на Московском и Пальхарьном собрании. Уже прошло полтора года. Никаких изменений нет. 98% священников меня не слышат. Это, говорит, патриарх Сиял-Люсей. 98-й. Это много. Он назвался, может быть, 2-0-2-10-е. На то, что, может быть, где-то и есть. Он даже не знает этих. При том, как крестить. Погружения нет. И он бы мог запретить их. Канон, 50-е апостольское правило, извергает из сана. А сегодня это доходное жило. Приходят, когда начинают крестить. Вот сколько? Я не слышал, только недавно узнал. Крестили как? Ну как, ладошкой по голове. Ну а вы знали, что надо полность? Самые знали, Саня. Я им материал и сказал, да. Священник вышел. Кому полное погружение? Значит, там в 4 раза дороже. Это бизнес церковный. В Греции, в их мифологии, были божества. Марс – это бог войны. Юпитер перечисляет где. А что Юпитер? Там в Вовле. Его изображали особо. Ну это дух у них все-таки. Крылышки на ногах. Он быстро бегает сюда, в другое место. Я в церкви, когда здесь работали, сборниками. Ну и в церкви приходилось почаще бывать. А хаоса священник говорит, при счастью, кто готовился, купите две свечки. Ну не ставьте их. Передо мной положите. Набирается полная казина. Слушка хватает ее и опять в торговую точку. И несколько раз она в атаку ходит. Ведь это даже самые отъявленные барыги, жулики этого не придумают. Что думают церковники? И попробуем бесплатно. Священники заедят его. Я сегодня получил свидетельство, как восстают люди, священники против проповеди. Второй день ко мне стучится. Один человек посмотрел. Это наш учитель бывший, Виктор. Во Франции. И он со мной, женщина, провел беседы две. Священники узнали, категорически запретили. Может, другой? Ну иди к такому-то, Аркадию. Он туда, на этого Симеона опять скинул. Самыми страшными угрозами, если ты будешь проповедовать и говорить. Это православие, это наше. А у сектантов есть такой, они не слыхали даже про это. Неужели это за деньги? Да, за деньги. Это называется МОМОНа. Не можете служить Богу Ему? Не можете. Христос говорит, а мы можем. А значит, не Бога нет ничего уже. Это сегодня конкретно касается нашего жительства здесь. Есть люди, которые в это верят. И они туда едут. Вот я спрашиваю, а как знаете, интернет помогает раскрутку сделать. Только за один месяц тех, которые желают заплатить, два миллиона. А платить сколько? 750 рублей. Это 750 миллионов сразу. Стоит о чем подумать. И это касается людей, которые среди нас бывают. И не говорить об этом, это по слову Божию, быть соучастником их. Про эту симонию, о которой мы сейчас читаем, говорит апостольское правило 29-е. Извергает из сана того, который епископ рук полагал, и тот, кого мы полагали. Четвертый Вселенский собор. Второе правило. Шестой Вселенский собор. 22-23. Седьмой Вселенский собор. А почему, повторяю, зараза была, и от нее не могут избавиться никак? А если бы этого не было, зачем? В том только одно и то же. Василий Великий. 90-е правило. Геннадий Патриарх пишет письмо. Тараси. Это Патриарх Константинопольский. Это не игра. Какому же Богу мы служим? Богу или Мамоне? По милости Божией у нас как бы нет этого. Я разговаривал с нашим священником. Он говорит, да как-то и в Москве, и здесь сейчас заказные, там молебна. Сорокаустый человек умирает, когда в 40 раз просчитать. Ну, продвинутые здесь буддисты оказались они. А можно так, чтобы не считать, а уже просчитанное проигрывать? Можно. А дальше как? Так, специально меленька такая на воде стоит и молитву эту крутит. Постоянно идет молитва. То есть мы не самые умные в мире-то. А вот просто молиться. Апостол Павел говорит, я молился. У вас проповедовал со слезами день и ночь. Три с половиной года. И он слезы брал. Бесплатно. Что за деньги молиться? Даже Библия об этом не упоминает. Но теперь развитие идет. Доходя до этого. Вот мы просчитаем, что говорит о корысти Господь нам. Псалом 9, 24 стих. Как Он их называет, Господь, этих людей? Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, крестолюбец ублажает себя. Ну, как не ублажать? Такие деньги. Целые улицы, домов строят. Все будет предано огню и проклятию Божию. И мы это увидим. Деяния апостола, 5 глава, с 1 по 11 стих. Как к деньгам надо относиться? Не прятать. На дело Божье жертвовать. На бедное. На себя, где это нужно. Но не обманывать. А у нас такие рядом живут. Я говорю, а сколько получает муж? Спрашиваю жену. Не знаю, не говорит никому. Пенсию. Вот так хочешь, так и понимай. Далее. Некоторый муж именем Анания, женой в свою сапфирую, продав имение, утаил из цены сведома и жены своей. А некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Не Петру. Духу Святому речь-то идет, почему такое строгое наказание. Смертельное. На раскоряние Бог полминуты не дает даже этим людям. Далее. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богом. Услышав все слова, Анания пала без дыхания. И великий страх объял всех слышавших это. И ставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господья? Вот входят в дверь, погребавшую мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила Дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, вынесшие, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Враги говорят, Петр убил. Петр не убивал, он сказал. И назвал я эту сумму, которую называл он. Твои были деньги, твои. Ты мог вообще не давать. Обман. И ты думаешь, Бог не открывает это? Мы должны очень серьезно отнести. Где замешанные деньги у нас здесь? Я нигде не нашел. Вообще нет, с тарелкой у нас не ходят, ничто не продается. Воск нужен. Десятина. Десятина все покрывает. Басюшка покупает воск чистый на пасеке, там, где обмана нет. Свои люди льют свечи. Ну, видите, какой запах, как они выглядят. Значит, по этим вопросам, хотя бы внешне, у нас нарушений нет. Но вот это по соглашению, такую сумму патриархия просто так оставить не может. Они на этой основе финансовой священника требуют для ответа. Он не соглашается. Они его запрещают и извергают из сана. Но по милости Божией, я как бы участвовал, одна шестивая. Ну, только не вздумайте, после того, как извергли, что-то делать, священническое благословение. Потому что дальше только анапима, проклятие. Ну, и вот как было. Анязь. Я этого батюшку спросил. Я говорю, я порадовался, что хоть дальше не пошли. А батюшка даже с ними встретился и говорит, у меня уже и печали никакой нет, что из сана избежал. Сколько ты получаешь? Значит, что-то другое было. Притом, священник, я уже сколько знаю, хороший. Ну, и вот это как раз покусительство. Сегодня, по сегодняшний день, так же они все заказывают по соглашению. Слово соглашение. Хорошо запомните. Книга пророка Даниила, 11 глава, 30 стих. Ну, один стих запомните. Больше нигде не говорится. И просчитайте. Как в мире говорят, это надо же. Единственное грозное предупреждение. И они его взяли на себя, как хамут. А они ведь разбили теперь. Кто заказывает? Такое-то время молиться. Вот столько-то специальные люди, которые... А что же не молиться-то? Если ему назначили зарплату 300 тысяч, он... А что же не будет? А сколько он молится, кто знает. Притом, гарантии того, что помолились и безбожник, или самоубийство в раю будет, никакой не дают. Католики тебе дают. Гарантию. Хотя этого и нет. Чистилище какое. У них прямо расписано. Так, я виноват, батюшка. Там ксенс у них такой же. Вот впала в блуд. Теперь он начинает выпытывать ее. А с кем? А тот, женатый был или нет? А венчанный или нет? А мужчина, может быть, был уже священником? А может, был ее рабонахом? Сына растет и растет. И что заплатить надо? Индульгенция. Это по сегодняшний день все действительно. Я спрашивал католиков. А где же Бог? Даром получили, даром давайте. А откуда вы знаете, что Господь это сказал? Ну, так у нас написано в Священном Писании. Матфея, 10 глава, 7-8 стих. Напредите память. Где кого знаете такие? Предупредите людей. Молитвы нет. Ответ один – смерть. И человек куда идет? Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. То есть за мертвых, воскресших, видимо, и деньги какие-то были. Это трудно сказать. Но похоже. Зачем мы говорили об этом? Здесь все перевернулось. Вот кому пришел он просить, чтобы сделал? К Питеру. А сегодня как раз человек в сане, и ему первым приходится обманывать всех людей. Миллионы обманутых. Один из них – журналист. Почти всю свою жизнь подарил сексологии. То есть людей наводил на грех. Ну, ему про меня рассказали. Он пришел, взял интервью. И чуть в обморок не упал, когда приехал. Дать отчет надо. И он в этого человека, который по соглашению, все время бывает нога за ногу. И его толкали. Причастись, присастись, Алеша, присастись. И причастили его. Я говорю, а о чем думал-то? И вот другие спрашивают. Только думал, скорее бы. Ну, я не могу, чтобы там 20-30 минут без курева. Его к причастию готовят. Причастилась. Он что, лучше стал? Нет. Ну, вот что сделали из веры? А когда мы с ним побеседовали, я поговорил. И это у меня неправильно. Тут вот вы человека оттолкнули. Ну, один раз там заругался несензурно. Ну, понимаете, у вас сколько кучек. А так у вас миллионы были. Вон, оказывается, на чем. Он у них побыл, этот журналист. Алексея его звать. Чтобы не подумали, что называют своих. Он и не скрывается об этом. Его так приучили. Я ему даю интервью. В Барнауле там есть такое возвышение. Новый храм построили. Бывшее кладбище. И он этот квадрокопер где-то достал. Вот, который-то знакомый запустил его кверху, чтобы мы, когда мы молимся, а у них передается туда, чтобы ближе к Богу быть. Даже не додумаешься. Но его все-таки это коснулось. Он после, с кем бы только не встречался, с артистами везде всем. И всегда про меня говорят. А-та-та-та, разве можно так жестоко? А соратников не нашлось почти. Да как по-другому говорят? По-другому. Не просто Бог требует от насчет, а смерть, отвергнешься я. Павел умер для мира. И для меня мир умер. А тут мирскими повадками все захвачено. Просчитаем еще несколько мест в Святой Библии. Притча Соломона, 15, 27. Я говорю о крестолюбии. Крестолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Ненавидящий, пожалуйста, будет жить. А как? Очень просто. Мне приходилось проповедовать в разных странах Европы. Не где-то, а в Ватикане. Это центр католичества. Подарить обоим папам книги. Ну а как проповедовать, когда они другой веры? У нас есть общее. Да что там общее? Зато он говорит, воздух общий, земля общая. А мы одинаково как бы верим во Христа Иисуса. И пришлось многое выслушать, сказать и оправдать эту поездку. Скольким людям Бог открыл истину. И какую бедность. И бывает так. Говорю, в это время я полностью заключен на проповедь, а кто-то в карман что-то сует. Отойдя-то, я в карман полезу. Я вижу 100 рублей. У меня с первого дня правила принятые, которые Бог позволил ни разу не нарушить. 100 я должен отдать. 105, 110, хоть сколько. Но не меньше, больше. И поэтому чем больше мне положат, тем беднее я делаюсь. Я как огня боялся, карманы зашить. Ну можете вы себе это правило сделать? Нет. Кто бы он ни был. Цыганский принцип здесь будет. Как? Ну те люди неверующие. Они строят ему склеп, магнитопон туда ставят. Телефон. Как жена Давида Ашвили похоронила, когда сына зарезали. Какой он, приемная лигия была. Зарядила телефон. Через дельную разрядку. Раскопать могилу. Раскопали. Он все равно живет. Он не жил, а она умерла. Главное ведьма России. Я касаюсь момента, которые друг с другом связаны. Все сказано о деньгах. Мало того, военное здание, которое назвал ведьму, там в пять этажей от Министерства обороны, кажется, ей подалили. А потом сына рули назад. Даже вообразить нельзя. Речь идет о многих-многих миллиардах. Конца жадности нет. Недавно арестовали одного полковника, одного военного. Стоит он даже не морщится. Сразу у него сколько кубометров? Кубометров долларов. Полторы тонны только. Ему нужно столько. Священникам-то много ли надо? Мне вот пришлось быть в Америке маленькие приходы. Я говорю, а как он живет? А ничего, работа на час. Где-то столярничает. Такая работа, где он уйдет, ни от кого не зависит. И поэтому приходится работать. Никакого унижения тут нет. Он делает то, что умеет делать. Это не греховное дело. А встановить это можно? Нет, нельзя. Нет. Остановки никакой нет. Есть был один такой представитель денег этих. Он написал книгу «Капитал». Вы знаете, о ком говорить. Он говорил, при 200% прибыли, капитал показывает оживленность. При трех, говорит, он уже движется с открытыми там глазами. И не 400% даже под страхом виселицы никто не откажется. А сегодня от свечи только бывает больше тысячи процентов от крестников. Это четыре виселицы рядом стоят. И все равно перепрыгнут и будут делать. Вы для себя это возьмите. О чем я говорю, скажите, а я хочу точно знать. Я вам назову. Меньше недели назад только человек у нас этот был. И мы отдельно беседовали, говорили. И вы слышали, когда мне предоставили слово, и я сказал об этом. Соглашение – это договор запечатленный. Я обязан выполнить. Он заранее знает, человек выполнить невозможно. Кому-то, ну вот возьмите. Я уж разговаривал с людьми, там, Иосифа выступал на это. К Матроне. И книга висит, записывает. Духовной ни одной нету. Ну, взял немного, говорит, 500 просчитал. Выдать дочь замужа никак не получается. Сын запился. Наркоман. Ну, разные-разные просьбы-то здесь. И Матрону сказала, прямо в ее житиях написано. Когда у вас что-то нужно будет, вы на могилочку придите, меня за пяточку выхватите, и я вам от тебя еще. Во-первых, под землей это не каждому удается. Ну, икону нарисовали, там, прислонил руку где-то. Веры-то нету. И тысячи смертей окружают человека. Так вы истину говорите. 14-6 Евангелия, Те она одна. Я истинный путь истинной жизни. Да много ли вас? Большинство там, где Бог. Просто научитесь отвечать как. А вы хотели, вы даже слышите противно. Этот обман, который погубил миллионы, если не миллиарды. Исайя, пророк, 57-17. За грех, крестолюбие его, я гневался и поражал его, скрывал лице и негодовал. Но он, отратившись, пошел по пути своего сердца. По пути своего сердца. Притом активно и напряженно работают. И есть что дать. И люди, которые получали что-то оттуда, они оттуда выйти не могут. Они раз за разом туда ездят. Вот беда-то еще в чем. Поэтому у нас работают, сколько приехали к окрещению. Так что, это мои гости. После окрещения отблагодарили, остались, ну, остались на два человека, три. Поблагодарить Бога. Без копейки. Но я обязан накормить трудящихся, достоин пропитания. Все на этом. Обвинений в наш адрес никаких и никогда не было. И по милости великого Бога и быть не может. В Новом Завете, считаем Риллиану, 1 глава, 29-й, 31-й стихи. Так что они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавство, крестолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обманы, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушно родителям, безрассудные, велородные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. 23 причины, чтобы попасть в ад. И одна из них на уровне всех идет корыстолюбие. Довольствия со тем, что есть. Довольствия со малым. И мы каждый день, молясь Иоанну Христителю, благодарим его. И дальше молитву сразу на Христа. Господи, научим нас жить и бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому дали доброе жилье, и кто просил, об этом все. А будет или не будет, как Богу угодно. 1 Тимофею, 3 глава, 3-й, 8-й стих. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащие в послушании со всякой честью, честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищить о Церкви Божией, не должен быть изновообращенным, чтобы не возгородился и не подпало суждение с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы. Опять же, епископы, священники, не корыстолюбивы. Перечисляются, какие они должны быть. Мы об этом и должны молиться. Чтобы никто из известных нам людей не попал вот в эту когорту. 1 Фессалоникийцам 1.7 Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. 1 Фессалоникийцам 4.6 Заметьте, как качество одной из основных не корыстолюбив. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде, мы говорили вам и свидетельствуем. Корыстолюбие, деньги, мамона, это все об одном и том же. Ты можешь работать на любой работе неосудительной. А осудительная работа та, которая запрещена Священным Писанием. Мы сегодня прочитали, услышали, как страшно попасть в этому змею. Вот заходит, в жизни святых, что-то отвесит. Он отвешивает. Он говорит, а почему у тебя змей на шее, покупатель? Как змей? Еще нет. Открой ему, Господи, глаза. Он тогда увидел, змей его душит. Ты гирю-то почему уменьшил? А гирю сумел отпилить там что-то. И теперь его продает и помаленьку ему где-то набегает. Так вот в каждом деле, в рассуждении, везде мы должны поступать по истине. Как желаете, чтобы с вами поступили, поступайте и мы с ними. Вот здесь, на этом столу, мы сидели, я молчал, но священник наш и бывший священник попросили сказать. Помните, я мало успел сказать. Потом отдельно на работе нас посетили, здесь на пруду приехали. И еще я просил, в последний день отъезда мы молимся в 5 утра, чтобы зашел этот человек и с нами помолился. Мы как раз об этом говорили. Но от нас это не зависело. Итак, мы в молитвах поминаем друг друга. Я это говорю не с тем, чтобы там унизить или как-то. Молитва за него и идет. Я могу просто сказать. Не было ни разу, чтобы забыл помолиться о нем. Вы знаете, как звать. Но результат этого только Богу известен. Желательно, чтобы еще кто-то подсоединился. Именно об этом священнике, уже лишенном сана и продолжающим всю эту команду вести. Есть люди, которые ваши, здешние, они уже, прости Господи, утонули в этой трясине. Их нельзя делать. А дальше идет зависть, злословие. Человек не понимает, что делает. На меня это никак не влияет. Я его знаю, молюсь. И вот три раза ему были запросы про меня. И он дал такие ответы, что я этого не достоин даже. Он перечисляет всех, которых он знает. Патриарха, как он говорит. Алфеева, метрополита. А еще я знаю. И дальше начинает, как Писание, и как люди, и как сектанты приходят. И он меня только первый день встретил здесь и говорит. Я первый раз услышал о вас, что где были у сектантов, они буквально толпой за вами лезли. Приняли православие. Ну, сказать, что везде и всегда не так бывает где-то. Он очень расположен. Снова спрашивать его. Он отвечает, я мелочь по сравнению с ним. Он мой учитель. Меня называют. Пусть моя молитва дойдет, поддержанная вашей. Он мне дорог. И чтобы вы знали, о чем молиться, я все вам рассказал. Не называя его имени, вы знаете, о ком говорится. И особенно здесь, из ваших один полностью туда погрузился. Вот у них, да, община. А у нас никакого общины, то есть, злословие начинается, а у них общины нет. Неверующие люди делятся легко. Они могут о том, что у нас есть, всю эту технику комбайна в один день купить. Ему даже нужды нет. Речь я только услышал из тех, кто там был. И то речь подближается к миллиардам за короткое время. Может быть где-то что-то там не так, но корыстолюбие. И себя проверьте. Все ли делаем так бескорыстно? Нам Бог дал эту тайну, благовестие, что ощущается все жертва Иисуса Христа. Не какими-то другими дарами жертвой. На первом месте, чтобы мы всегда прославляли Христа за Его смерть на Голгофском кресте. Он так близок нам. Недавно выставили такой ролик. Самая интересная арифметика. От трех до пяти миллионов Моисей вывел. И каждый день требовалось им в пустыне полторы тысячи тонн еды. В пустыне. Воды сколько? Подсчитано. Там, кажется, 60 вагонов цистерны должны быть. Теперь дрова нарисованы сколько для того, чтобы пищу сварить, разогреть. И это не день, не два, а сорок лет. Даже считаешь, я же знал это все, но математики такой не видел. Когда перечислили все. И сколько они занимают места, это половина Москвы. Только стоянка когда была. И надо, чтобы ничего не было здесь от человека, когда уходят. Есть саперные лопатки, все было обдумано. Нас Бог предупреждает. Наша медицина у него, арифметика у него. И если Бог кормил сорок лет миллионы, то неужели нам Он не подаст просимые? И там подсчитывается. Вот если когда переходили в Черное море, сколько в ряд? Чтобы они за ночь прошли, нужно было, чтобы в один ряд, вот так вот, ряд за рядом, по пять тысяч стояло. То есть пять тысяч, если сколько, какое расстояние было. Математика показала это все. А для чего? Для того, чтобы мы никогда не теряли надежду на нашего Господа. Нам не надо нигде ничего придумать. Да будет воля твоя на земле, как на небе. И хлеб наш, хлеб, просим-то хлеб. Ангелы питаются, златоузг говорит, если питаются, то хлебом. Написано, и хлеб ангельский ел человек. Богу нашему слава, хвала, счастья и поклонения. Отцу, Сыну и Святому, Духу и Присну и в обеки веков. Аминь. Аминь. Аминь.